Смотреть. Хорошо, давайте смотреть. Давайте смотреть, как пользоваться программкой X-Mind. Отлично, отлично. Ну, что мы видим? У нас есть вкладочки, у нас есть пиктограммки для управления. Они находятся как слева, так и справа. И вот, пожалуйста, это дополнительные инструменты, с которыми мы познакомились. Давайте сразу оговорюсь. X-Mind сейчас версия не Pro. Версия Pro, она платная. И, конечно, если вы хотите иметь больше потенциал программы для того, чтобы им пользоваться, то, пожалуйста, оплачивайте на X-Mind. У нас версия несколько урезанная. И как мы это увидим? Видите, Pro. Увидели? То есть это доступно только в версиях Professional. Только в версиях Professional. Итак, с чего начать? Теоретически можем начать вот так вот с пустого листа. Да, New Blank Map, соответственно. Но можем пойти дальше. У нас есть Show Home. Пиктограммка домой. И если мы ее открываем, мы видим различные шаблоны. Они пустые. Они пустые. То есть цветовые всякие прелести мы добавляем сами посредством форматирования. Да, формата. Либо мы можем воспользоваться уже готовыми шаблонами. Обратите, пожалуйста, внимание. Можем воспользоваться готовыми шаблонами. Увидели? Опять же, в версиях Pro, естественно, их... Да, да. Гораздо больше. Но давайте вот выберем, допустим, шаблон Business Plan. Давайте его выберем. И, по сути, что остается сделать только пользователю? Написать тему, свои понятные слова. Причем делается это крайне просто. Два клика внутрь. Ну, я старым дедовским способом. Да, наиболее удобным, как мне кажется. И что-то пишу. Допустим, допустим, пишу план работы. Допустим, пишу план работы. Обычный Enter. Пожалуйста. Что касается цвета. У меня выделен объект. Что там такое вы сделали? У меня выделен объект. У меня выделены объекты. Я могу обратиться либо к инструментарию с правой стороны, пиктограммки инструментария. Они подписаны, допустим, outline написано или format написано, image, marker, themes. Увидели? А могу через правую клавишу мышки. Допустим, вставить. И посмотрите, пожалуйста, можно вставить какую-то картинку. Image from file. Опять же, клип-арты, они в версиях Pro. То есть сначала картинка загружается из интернета к вам на компьютер, а затем вы ей пользуетесь. Что касается цвета. Что касается цвета. То, пожалуйста, также выделен объект. Мы можем воспользоваться, ради бога, мы можем воспользоваться правой клавишей мышки по объекту. У нас формат. Формат здесь единственный на английском. А, нет, не единственный на английском, но тем не менее, да. И перед нами откроется правое поле формата. Структура, карта. Можно посмотреть, что мы можем выбрать. Как мы можем выровнять этот объект. Можно закрыть. Можно выбрать стили. И применить стили. Посмотрите, пожалуйста. Вот, допустим, так. Можно поработать с текстом, определив, какой шерифт у текста будет. Слушайте, мне нравится monotype cursive. Вот я набираю monotype, и вот он monotype cursive. Увидели? Соответственно, здесь же я могу поработать над размером. Над его жирностью. Ну, он и так у меня сейчас курсив. Вот про перечеркнутый вспомните, пожалуйста. Помните? Да. Выравнивание. Как будет происходить у нас налево, по центру, направо. Сейчас у меня округленный четырехугольник, о чем и свидетельствует выбранная здесь опция. Увидели? И цвет, ну, такой цвет морской воды. Да? Да. Я могу выбрать любую фигуру, которая мне нужна. Допустим, взять ellipse. И могу любой цвет, который мне нужен, применить к ellipse. Это будет оказано цветовое влияние на саму заливку внутри фигуры. Я могу оказать влияние и на контур фигуры. Посмотрите, пожалуйста. Пожалуйста, на контур фигуры также могу оказать влияние и сказать, пусть он будет в цвет моей фигуры. Я очень аккуратно отношусь к контурам, потому что я все-таки визуализатор. Ко мне это для визио, это для пауэрпоинт. Поэтому я очень аккуратно отношусь к контурам. А вот они и линии. А вот они и линии. Пожалуйста, какие вам больше нравятся? Я делю кривую с вашего позволения. И, пожалуйста, цвета линий. Но вот давайте разберемся. У меня от плана работы идут финансы. Я могу выбрать финансы. И тогда уже цвет линии я назначаю к этому объекту. Так, где у меня цвет линии? Вот он он. Ну, пусть финансы. Финансы все-таки у нас, наверное, будут связаны фиолетовые. Деньги. Увидели? Вот он. Фиолетовый цвет я выбрала. Соответственно, все, что все линии, которые относятся к финансам, стали именно этим цветом. Увидели? Увидели. Я выбрала сейчас стратегию. Стратегию линии я сделаю. Ну, пусть будет она пожирнее. И цветом синяя. Вот таким вот образом. Увидели? Это к стратегии. Если мне нужно изменить толщину линии, ведущей от плана работы, то, соответственно, какой объект у меня при этом выделяется? План. Работы. Да. План работы. И, пожалуйста, тогда выбираю. Увидели? Да. План работы. Тогда выбираю. Ну, допустим, продукт. Допустим, продукт. Все тоже самое. По поводу картинок. По поводу картинок. Все легко изменить. Если вам не нравится какой-то значок, во-первых, значки мы можем выбирать. Где мы... Да. Кстати, как отказаться от этого правого поля? Как отказаться? Просто по формату нажать. У нас же это формат. Я вам говорила, да, и справа кнопки мышки открывали. Или вот прям по формату нажать, и оно закрывается. Так вот, есть еще значки. Различные значки, они находятся в маркере. И, возможно, возможно, здесь есть тот значок, который вам понадобится. Кстати, изображение быстрое, да, флайт, самолет. Например. Например. Да. Или какая-то динамика, то есть диаграмма. Ну, динамика. Динамика явно вверх направлена, да. Поэтому онлайн граф. Увидели? Да. Можно, можно. Я прям не постесняюсь. Зайду в интернет ресурс. Сейчас, секундочку. Давайте сделаю вот так вот. Все легко и просто. Выбираю там финансы, картинки. Смешные, какие угодно. Все, что у вас является ассоциацией. Причем, если картинка прикольная какая-то, смешная, вы будете улыбаться. То есть на это будет еще приятнее смотреть. Всегда ассоциации должны быть приятны. Иначе вам не захочется взяться за решение данной задачи и пойти по этому описанному пути. Любую, любую, которая вам понравилась картинка. Вот я выбрала картинку. Пожалуйста, вот эту. Абсолютно любую. Сохраняю изображение как. Я сейчас изображение сохраню на рабочий стол. Изображение сохранила. Убираю. И, собственно говоря, что я могу здесь делать? Я могу удалить, выделить и удалить картинку, которая здесь уже была. Выделить сам объект. Выделить сам объект. И через правую клавишу мышки команда вставить. И image from file. Спрашивает, откуда беру. Указываю в данном случае рабочий стол. И указываю картинку, которую я сохранила. Ее можно сделать меньше. Потому что картинки, естественно, разных размеров. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Все получается? Отлично. Отлично. Если мы говорим о том, чтобы объединить задачу, как я вот сказала, в облако. Единым целым объединить. То, соответственно, у нас выделен объект. И мы должны его взять в облако. Вот, посмотрите, пожалуйста, границы. Ну, не совсем это будет облако. Но, по крайней мере, однозначно объединенное. Точно так же можно от этого отказаться. Ну-ка. Что у нас такое происходит здесь? О, делитом я отказалась. Ну, вообще должен отщелкивать, да. Мы можем еще задачи объединить неким резюме. Неким резюме. Посмотрите, пожалуйста. Можем задачи объединить неким резюме. Вот так вот. Резюме нам что может показать? К чему мы пришли в итоге, выполнив все это. То есть, как бы, как конечный результат увидеть. При планировании это очень важно. Потому что вы не только ставите перед собой цели и задачи, вы должны однозначно видеть результат своей работы. Если вы не видите результат своей работы, задача не выполнена вами. А уже там надо дальше разбираться с причиной ее невыполнения. В общем, достаточно интересная программка X-Mind. Действительно, простая в обращении. Ничего здесь сложного нет. Сохраняется она совершенно нормально, соответственно, имеет расширение X-Mind. А мы вернемся с вами к ментальным картам. Когда я слышу от своих слушателей или от своих знакомых, близких, не очень близких, совсем дальних, знакомых, знакомых, у меня не хватает времени, я не знаю, за что браться, я не знаю. Я теряю и семью, я теряю и работу, и мне вообще все непонятно. Что я могу посоветовать? Нарисовать колесо жизненного баланса. И это будет тоже визуализационное представление того, что у вас происходит в жизни. Несложно догадаться, что все сегменты должны воедино показывать ровный круг. Именно ровное колесо прекрасно будет катиться по дороге жизни. Но, скорее всего, увы, так не будет. Сегменты каждый из вас для себя определяет сам. Это лишь пример колеса жизненного баланса. Причем я даже не знаю, это кто пример делал, потому что картинка также взята из интернета. Уж свое колесо жизненного баланса я, простите, не покажу. Это такая скрытая информация. Это ваша личная информация. Но это колесо жизненного баланса четко вам покажет, какие для вас важные сегменты являются провальными. И, соответственно, вы будете видеть наглядно, какие задачи вам надо ставить для решения вопроса о каком сегменте. Если что-то не в порядке с семьей, ну, значит, рисуйте себе ментальную карту по тому, как наладить отношения в семье. Там мужья, жены, родители, дети, какие, возможно, тренинги вместе посетить, какие творческие походы устроить, театр, кино и так далее. Для того, чтобы, ну, обычно, обычно проблема в семье от того, что не хватает, как говорят мне слушатели, время на уделение внимания каждому в отдельности. Значит, подтягивайте этот сегмент обязательно. Я свое колесо жизненного баланса рисую, например, раз в год. И, внимательно, и ментальная карта, и колесо жизненного баланса – это тоже процесс визуализации. Не надо прятать в ящик стола. Ни в коем случае. Это всегда должно быть перед вами. То есть, если вы нарисовали ментальную карту, повесьте ее в таком месте вашего жилья, чтобы вы каждый раз эту ментальную карту наблюдали и оценивали. Она будет своеобразным будильником, напоминанием, ну, и таким пинком вам для того, чтобы вы, возможно, там не сидели, не думали, чем бы заняться. Раз посмотрели на созданную вами ментальную карту, и тут же у вас план совершенно четкий по тому, на что вы будете тратить время сегодня, завтра, послезавтра. Какой цели вы должны добиться. И еще мои рекомендации. Вы, достигая одной цели, пожалуйста, не останавливайтесь на достигнутом и ставьте перед собой следующие цели. Но они никак не должны быть меньше по значимости для вас предыдущих. Это основное правило. Если цель будет для вас малозначимой, вы не будете стремиться ее достигнуть. Впрочем, так же, как нельзя переусердствовать и назначить себе цель, которая будет недостижима. И вот об этом, обо всем, какие бывают цели, как правильно распознавать цель на предмет, ваша цель, не ваша цель, мы как раз и разговариваем на курсе тайм-менеджмент в модуле постановка целей. По поводу использования цветов в планировании у меня есть еще два слайдика, но по сути я все сказала о том, что цвета являются важным процессом визуализации. И могу привести элементарный пример. Все мы взрослые люди. Мы далеко уже и давно уже, к сожалению или к счастью, но как данность, не дети. Давайте предположим, что на книжной полке магазина мы увидели две совершенно одинаковые по содержанию книги. Автор один и тот же, естественно, книги по содержанию тоже. Какую книгу мы купим? Та, в которой есть иллюстрации или та, где один текст? С иллюстрациями. А мы ведь взрослые. На самом деле это все объяснимо. Наш мозг визуализирует информацию. И если эта визуализация уже есть, нашему мозгу проще эту информацию принять, воспринять и запомнить. Я надеюсь, что наш семинар был вам полезен. У вас есть вопросы? У нас, да. Давайте. Во-первых, на одном из слайдов было сказано, что использование вот этих ментальных карт помогает планировать. Расскажите, пожалуйста, кроме как структуры на этих ментальных картах, как я могу вести планирование? Планирование предполагает порядок действий и какие-то сроки. Совершенно верно. У вас есть срок в том числе. Как тут можно сформировать срок? Очень-очень даже легко. У вас есть нарисованная ветвь. Вы четко представляете, какие шаги вы должны сделать. Соответственно, вы определяете уже отдельно именно достижение цели по этой ветве и в свой дневной, месячный, квартальный план вписываете, когда вы будете эту цель решать и при помощи чего. То есть вам уже наглядно понятно, какие пункты у вас в плане на день, на неделю, на декаду, на месяц должны быть. Кстати, хороший вопрос, потому что как только вы ветвь закрыли, то есть выполнили все, что по этой ветве вы себе представили, необходимо закрыть визуально эту ветвь. Закройте ее. Используйте для этого квадратные скобки, используйте... Да, вот, да, как резюме, чтобы вы видели, это закрыто. Сюда можно уже внимания не обращать. По поводу способов планирования и как планировать, это уже отдельная достаточно большая тема, именно методы, способы, система планирования. И я сейчас боюсь, что это еще на энное количество, да. Но могу вам сказать так, что при планировании можно учитывать ваш характер, безусловно. Для кого-то подходит жесткое планирование, для кого-то подходит гибкое планирование, для кого-то подходит планирование от минимума к максимуму, а для кого-то подходит блочное планирование. Вот видите, я вам еще одну тайну открыла, что у нас всего 4 системы планирования. Гибкая, блочная, от минимума к максимуму. И какой я не назвала, что я сейчас последний не назвала? Жесткая, да, 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 жесткая. То есть, грубо говоря, как бы ментальную карту можно рассматривать как какой-то пул задач, структурированный пул задач. И задачи из этой ментальной карты я могу ставить себе план. Сам по себе план это отдельный. Да, да, совершенно верно. Второй вопрос это введение протокола. То есть, как можно на базе ментальных карт ввести протокол? То есть, при взаимодействии, да, я просто на слайде увидел, я могу сказать, что помогает. То есть, я как бы присутствую на совещании, формирую. У совещания есть тема. Да. Соответственно, в центре тема. На совещании вопросы не рассматриваются в хаотичном порядке. Ну, вообще, те совещания, на которых я и присутствовала, и присутствую, они уже с темами. Есть свободное время на совещании, оно так и называется, свободное время, когда, или там разное, это может еще и так называться. Но темы уже понятны. Выступающие тоже понятны. Соответственно, тема совещания точно так же прописывается основной мыслью. А дальше уже выступал господин Иванов там, да. Соответственно, введь называется Иванов. Ключевые моменты, которые он рассказал. Раз, два. Выступал там господин, там, кто там? Петров, бедный Иванов Петров. Соответственно, ключевые моменты, предложения, там, система внедрения и так далее. И все это прописывается в ментальную карту. Так что очень-очень хорошо вести как раз протоколирование. Но, опять же, вы поймите, это не официальное протоколирование, это ваше личное протоколирование. Официальные протоколы выглядят по-другому. Следующий вопрос. Вот, как называется, колесо жизненного баланса. Может, прослушал, вот это вот измерение величины, оно какое-то... Ваше. Качественное, да? Оно, ваша качественная шкала от одного до десяти. Соответственно, вы определяете, на каком качественном показателе находится ваш сегмент. Это ваше внутреннее ощущение. Если вы недовольны вот этим... Для вас это не важно, но его качественным показателем в вашей жизни вы недовольны. Вы понимаете, что надо что-то в этом сегменте изменить. Сегмент должен остаться. Соответственно, вы ему присваиваете качественный балл от одного до десяти. Это ваше мироощущение. Знаете, как я всегда говорю своим слушателям. Если для вас сегмент качественен, а для, я не знаю, там, друга, мамы, папы, он некачественный. Вопрос не в маме, папе, друге. Вопрос в вас. То есть, если для вас нормально, оцените его. Не так, как его бы этот сегмент оценил друг, мама, папа. А как его оцениваете вы? Сегменты сами по себе, вот те, которые представлены в презентации, ну, как бы, это не есть рекомендация. Нет, нет, нет. Нет, естественно, да, мы все разные, и у нас, у каждого есть свои сегменты. Это просто пример. Еще вопросы? А вот на сайте, на карте, вот, составлять желательно, и вот по вашему, на неделю, на какой-то большой период, больше период? На задачу, на задачу, на задачу. Кстати, по поводу подарка, я пользуюсь лично ментальной картой, выбирая подарок с учетом, ну, выслушанных пожеланий моих детей, там, родителей, братьев, сестер. И ветви у меня так и названы, их именами. Соответственно, подарок, да, ветви я называю именами своих родных и близких, кому я готовлю подарок. Я сразу определяюсь в ценовой политике, за пределы которой тому или иному я не могу выйти. Соответственно, у меня еще и на ветви написана максимальная стоимость, которую я готова в подарок потратить. А дальше уже тематика, там, три-четыре темы, ну, сферы, которые будут интересовать. И отлично, кстати, подбирается. Я уже обзорно не прыгаю, что называется, по магазинам просто так вот в поисках чего-то не хожу, а мне вполне конкретное что-то нужно. Вы сами как часто пользуетесь ментальными? Ментальными пользуюсь, причем, ну, больше в бытовой сфере пользуюсь ментальными, потому что с моей работой более или менее организованно. Организованно, да. В бытовой сфере пользуюсь ментальными картами, то есть своими целями и задачами. Если какая-то крупная у меня профессиональная задача, там, по изменению курса, написанию нового курса, то тоже пользуюсь ментальной картой. Но такие задачи у меня раз в год. То есть если какая-то система сложена, то вы уже обойтись без ментальной карты? Уже определенная система сложилась. Знаете как, вы не захотите обходиться без ментальной карты, вы настолько привыкнете визуализировать, то есть наброски этой ментальной карты вы будете делать. Это как привычка. То есть если начать, то уже у нас привычка идет. Да, да, да. И это будет даже приятно, хотя бы потому, что впоследствии у вас есть папочка, которая накопила ваши ментальные карты. Вы наглядно видите, каких целей вы достигли, каких высот вы взяли. Это повышает уверенность в себе, повышает свою значимость перед собой лично. Поэтому очень прекрасно. Я всегда пишу обязательно дату создания ментальной карты. И дату ее окончательного закрытия. Чтобы понять, в какой период. Конечно. Еще вопросы? Забирайте. Конечно. Это все ваше. Но в таком случае, полагаю, что наш вебинар, семинар подошел к окончанию. Приходите, пожалуйста, на курс тайм-менеджмента. Там будет рассматриваться вот это планирование? Конечно. 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 Приходите, буду вас ждать. Всем спасибо. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok